Это новости в студии Гульнара Жундагулова. Здравствуйте. Казахстанцы жалуются на недостаток медицинской помощи. Об этом сегодня во время заседания правительства заявил глава Кабмина Алихан Смаилов. Он отметил, что от населения постоянно поступают обращения по поводу гарантированного объема бесплатной медпомощи и обязательного социального медстрахования. В связи с этим глава правительства поручил до 1 ноября подготовить предложение по совершенствованию финансирования сферы. Еще одна проблема, на которой остановился пример – дефицит медицинских кадров. Алихан Смаилов поручил регионам увеличить гранты резидентуры по дефицитным специальностям. А Минздраву и регионам поручил утвердить в ноябре национальный проект по модернизации сельского здравоохранения. До конца следующего года в Казахстане откроют 13 центров раннего вмешательства для детей с нарушениями развития. Сейчас в стране таких только два. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гениат. По ее словам, сейчас в республике открыты 8 детских реабилитационных центров. Ежегодно их посещают около 5000 детей. Ажар Гениат отметила, что в этом году на реабилитацию выделили больше 15 миллиардов тенге. Она также сообщила, что в стране стабилизировалась ситуация с материнской смертностью. Показатель за первую половину этого года снизился в два раза. Больше всего трагических случаев зафиксированы в Повладарской, Карагандинской, Казлардинской и Западноказахстанской областях. Премьер-министр поручил и дальше контролировать ситуацию с материнской и младенческой смертностью. Альхан Смаилов выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП медиков. Авария произошла в Карагандинской области. В ней погибли два врача и пострадали 8 медработников. Они находятся в тяжелом состоянии. Напомню, столкновение автобуса и грузового автомобиля произошло на трассе Алматы-Екатеринбург возле поселка Сарашаган. В результате на месте скончались оба водителя и пассажир. Еще один пассажир умер по дороге в больницу. В автобусе находились врачи медицинского центра Жасказгана. Они возвращались после проведения профосмотра на руднике корпорации «Казахмыс». По предварительной версии, у грузовика лопнуло переднее колесо и его повело навстречу автобусу. 8 врачей были доставлены в больницы Балхаша и Приозерска. Трое пациентов из города Приозерск транспортируются в клинику имени Макажана города Караганды в бортом Санавиаз. Из пяти пациентов, которые в настоящее время находятся в центральной больнице города Балхаш, у одного состояния крайне тяжелого, у человека стабильно тяжелым. Они получают медицинскую помощь в полном объеме. В октябре рассыпался асфальт на новом мосту через реку Элег, который положили всего два года назад. Автовладельцы вынуждены объезжать выбоины по встречной полосе, что создает угрозу для безопасного движения. Подробности в сюжете. Движение на этом мосту всегда очень оживленное. Ежедневно здесь проезжают сотни автомобилей. Рядом находятся крупные жилые массивы. Кроме того, это еще и коридор для транзитного транспорта. Ездить по мосту водители стараются с минимально возможной скоростью, маневрируя между ямами. В часы пик из-за этого образуются огромные пробки. Но куда больше автовладельцев беспокоит безопасность. Объезжать выбоины приходится по встречной полосе. А еще из-за разбитого асфальта нужно постоянно ремонтировать ходовую часть автомобилей, говорят водители. Асфальт начал рушиться сразу после открытия моста. Его изначально неправильно строили. Там все лето торчит арматура. Пробил поддон картера автомобиля. И таких машин здесь много было. Здесь часто выключают освещение и аварии часто происходят. Мост совсем не пригоден для эксплуатации. Но из-за того, что это самый ближайший путь, приходится здесь ездить. Этот автомобильный мост – часть большого проекта «Южный обход». Его возвели два года назад. Строительство обошлось бюджету в миллиард тенге. Теперь устранять недостатки подрядчика обяжут через суд. Сам мост конструктивный, если исправлен. То, что касается покрытия, да, есть там у нас дефекты. Дефекты образовались в связи с тем, что подрядной организацией не были бы сохранены технологические технологии по работе. Мы до конца сентября планируем завершить ремонт на этом мосту. Проект «Южный обход» помимо моста предусматривает строительство 13,5 километров дорог. Его реализации приступили пять лет назад. Однако работы сильно затянулись. Сначала из-за проблем с финансированием, а затем неосвоением средств подрядчикам. Жители никак не могут дождаться, когда построят дорогу на 41-м разъезде. Асфальтировать осталось почти три километра трассы. Завершить работы чиновники обещают к концу октября. Наталья Салькова, Айнадин Булдобеков, Октубе, Хабар-24. В Карагандинской области впервые отремонтировали сельскую дорогу. Путепровод, ведущий в населенный пункт Тасарал Актагайского района, был полностью изношен. 13-километровый грейдер построили в 70-х годах прошлого века. И с тех пор ни разу не ремонтировали. На реконструкцию выделили почти 500 миллионов тенге. Теперь это асфальтированная дорога, которая начинается от Тасарал, где проживает около 500 человек, и выходит на автобан, соединяющий Алматы и Астану. Хорошую дорогу ждали со дня основания этого села. Жители испытывали большие трудности в передвижении. После дождя невозможно было проехать. Зимой ее все время заносило. Бывало, что люди не могли полмесяца выехать из села. Наконец, ремонт завершился к огромной радости жителей. Президент Объединенных Арабских Эмиратов выделил миллион долларов на лесовосстановительные работы в Костанайской области, которая пострадала от масштабных пожаров. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поблагодарил президента за оказанную помощь во время его встречи с шейхом Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахаяном во дворце Аль-Бахар. Глава правительства также подчеркнул, что в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, вышедших за это время на уровень стратегического партнерства. Также он отметил намерение укреплять дальнейшее сотрудничество во всех сферах экономики. Глава ООН призвал страны ввести налог на сверхприбыль компаний, работающих на ископаемом топливе. Полученные средства Антонио Гутерриш предлагает использовать для помощи государствам, пострадавшим от климатических изменений, и людям, которые борются с ростом цен на продовольствие и энергоносители. По его словам, доходы от налогов будут поступать преимущественно в развивающиеся страны. Их инвестируют в систему раннего предупреждения также ликвидации последствий стихийных бедствий. Генсек ООН также добавил, что решение проблем климатического кризиса должно стать первоочередной задачей каждого правительства и международных организаций. Несмотря на это, меры по борьбе с изменением климата часто отодвигаются на второй план. Несмотря на подавляющую общественную поддержку во всем мире. Индустрия ископаемого топлива наслаждается сотнями миллиардов долларов субсидий и сверхприбылью, в то время как бюджеты домашних хозяйств сокращаются, а наша планета горит. Я призываю все развитые страны облагать налогом непредвиденную прибыль компаний, работающих на ископаемом топливе. Эти средства должны быть перенаправлены двумя способами. Странам, которые несут убытки и ущерб, вызванные климатическим кризисом, и людям, борющимся с ростом цен на продукты питания и энергию. Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тейпердаган на Генассамблее ООН. Он отметил, освобождение Баку, цитата, «оккупированных территорий» создало возможность для установления мира на Южном Кавказе. Напомню, на прошлой неделе между двумя странами вновь произошли столкновения. В результате погибли больше 200 человек. Позже стороны договорились о прекращении огня. Нами были предприняты необходимые шаги для поддержания текущих процессов между Азербайджаном и Арменией. Хотя недавнее обострение нарушило его, мы полагаем, что в ближайшее время возможно подписание всеобъемлющего мирного договора между двумя странами. Мы всегда будем поддерживать наших азербайджанских братьев. Ядерную сделку с раном можно восстановить только после завершения расследования МАГАТЭ. Такое заявление сделал президент страны Ибрахим Харайси. Он при этом отметил, желание Тегерана получить соответствующие гарантии полностью обосновано. По словам политика, агентство не раз подтверждало, что ядерная программа носит мирный характер. Напомню, Иран заключил соглашение с пятеркой Совбез ООН и Германии в 2015-м. Документ предусматривал поэтапное снятие санкций с Тегерана в обмен на сворачивание ядерной программы. В 2018-м на тот момент президент США Дональд Трамп вышел из договора и вернул санкции. После чего Иран возобновил работу по ядерной программе. Совет Европейского Союза выделит Украине финансовую помощь в размере 5 миллиардов евро. Эта сумма предназначена для макрофинансовой стабилизации Украины, укрепления устойчивости страны и поддержания ее способности к восстановлению, заявили в Брюсселе. Отмечается, макрофинансовая помощь будет выплачиваться в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Это уже второй этап реализации пакета исключительной макрофинансовой помощи Евросоюза Украине на общую сумму до 9 миллиардов евро, из которых Киев в рамках первого этапа пока получил миллиард. Как пояснили в Совете ЕС, принятое решение обеспечит бюджет Евросоюза средствами для покрытия риска убытков, как по этим дополнительным кредитам, так и по уже выплаченному. Девять новых судов покинули украинские порты. На их борту более 200 тысяч тонн продовольствия. Корабли отправились в Турцию, Италию и Германию. Всего на данный момент из Украины экспортировали больше 4 миллионов тонн зерна. Разрешено движение почти 400 судов. Напомню, в июле Киев и Москва при участии ООН и Турции заключили зерновую сделку. Согласно ей, вывозить продовольствие разрешено из трех портов – Черноморска, Одессы и Южного. И как только что стало известно, в России объявлена частичная мобилизация с 21 сентября. Об этом в своем обращении заявил президент страны Владимир Путин. Призывать на военную службу будут только тех граждан, которые состоят в запасе, и тех лиц, кто проходил службу в рядах вооруженных сил. Имеет определенные специальности и соответствующий опыт. Подробнее об этом мы расскажем в следующих выпусках. Казахстан намерен зарегламентировать процесс обмена информацией выведенных нелегальных доходов через границу Евразийского экономического союза. Сегодня в Можелесе рассмотрели соответствующий документ. Он позволит получать информацию о передвижении средств в течение 30 дней. Каждый человек, когда пересекает внешнюю границу ЕАЭС, есть определенные бланки декларации, которые заполняются, потом сдаются в органы таможни. Если, допустим, какая-то необходимость возникнет, Казахстану получить такую же информацию от Республики Армении, мы направляем соответствующий запрос, чтобы по такому-то гражданину представили информацию. Если у них в базе будет соответствующая информация, они предоставляют. В течение 30 календарных дней, как указано в проекте соглашения. Вот об этом и речь идет. Сейчас данный процесс не зарегламентирован. 20 тонн пива пытались нелегально вывезти из Казахстана. Нарушителей задержали на пограничном автомобильном пункте Найза в Павлодарской области. Об этом сообщили в Комитете госдоходов. У перевозчиков не было соответствующих документов на алкогольную продукцию, что является нарушением закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкоголя. Все материалы переведены в суд. В Казахстанской области приступили к осеннему этапу противоклещевой обработки. В течение месяца ее пройдут 116 населенных пунктов региона, оказавшихся в зоне риска. Дезинсекции подлежит скотные дворы, санитарно-защитные и буферные зоны. Специалисты отмечают рост иксодовых клещей переносчиков Комго крымской геморрагической лихорадки. С начала года в четыре раза увеличилось и количество пострадавших от укусов опасных насекомых. Погибли четыре человека. Осень – это период, когда иксодовые клещи начинают откладывать яйца. Одна особь может отложить до тысячи штук. Обработка позволит обеззаразить территорию и запустить процесс трансавариальной передачи. Это когда зараженное насекомое становится переносчиком для других личинок. Обработка территории началась вчера и продлится до 25 октября. В Итраусской области в тушении пожара задействовали вертолет МЧС. Там со вчерашнего дня полыхает камыш. Напомню, возгорание произошло на побережье Каспийского моря в 40 километрах от поселка Таскала и на территории государственного природного резервата Ахжаек. Заболоченная и непроходимая местность делала тушение невозможным. При попытке найти подъездные пути к очагу пожара попал в огненное кольцо и сгорел вездеход. К счастью, обошлось без жертв. Сегодня вертолет Ми-8 обнаружил два очага горения и тления камыша. По данным ГЧС области, угрозы населенному пункту нет. В октябре устанавливают личность автора анонимных писем о якобы минировании сразу четырех школ. Сообщения о том, что на территории учебных заведений находятся взрывные устройства, были адресованы на электронные почты. На место событий незамедлительно прибыли все силы экстренного реагирования. Полицейские эвакуировали сотни учащихся и преподавателей второй, четырнадцатой и тридцать первой средних школ, а также Назарбаев интеллектуальной школы. Соперы провели осмотр зданий. Взрывных устройств не обнаружили. На все четыре вызова было за день порядка двухсот сотрудников полиции. Привлекались саперы, спецподразделения и кинологи со своими служебными собаками. По данным фактам, проводится досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. К другим темам. Цех по изготовлению мыла запустили в Казлардинской области. В одну смену он будет выпускать до 2500 единиц мыла весом до 200 грамм и жирностью 65%. Местный товар уже появился в торговых точках региона. Сейчас в цеховах работают три специалиста. В планах расширить ассортимент, увеличить объемы производства и создать новые рабочие места. Здесь также откроют линию по изготовлению туалетной бумаги и гигиенической продукции. Крупная международная туристическая выставка открылась в Париже. И впервые в качестве самостоятельного бренда в ней участвует город Алматы. Южная столица в этом году переживает настоящий туристический бум. Но пока в числе ее гостей и европейцев не так много, как хотелось бы. Туристический рынок Европы возрождается после затяжной пандемии. Это заметно и по активности на выставке ТОП РИЗА. Около 35 тысяч профессионалов отрасли из разных стран мира собрались здесь. И впервые среди них отдельным туристическим направлением представлен город Алматы собственным стендом. После ковида, конечно, мы очень сильно набрали рост. Сегодня иностранные туристы почти в три раза вырос поток туристов из Европы. В первом полугодии мы встретили более 2000 туристов с Франции. И сейчас мы также отрабатываем туристов со всего региона Европы. Участвуем в выставках, так как выставки и раундшоу – это одна из главных задач управления туризма для привлечения туристов на территории Республики Казахстан, ну и города Алматы, соответственно. Алматы – одно из немногих мест мира, где можно заниматься горными лыжами и наслаждаться жизнью мегаполиса одновременно. Сегодня южная столица в особом почете у туристов из арабских стран Индии и России. Гостиничный фонд города заполнился этим летом на 90% – рекордный показатель. Европейцы пока не так многочисленны, но очень желанны. Из Старого Света в Казахстан летать дорого, поэтому если и едут, то надолго. Дней на 10 минимум. Казахстанский стенд французских тураентов, безусловно, заинтересовал. Но в сегодняшних условиях продавать экзотичные для местного рынка направления стало еще сложнее. Из-за войны в Украине снизился спрос на всю Центральную и Восточную Европу, а также Центральную Азию. Наташа Дэму из агентства «Парфюмы мира» в нашу страну приезжала со знакомительным визитом. Тогда же влюбилась в красоту казахстанской природы и с тех пор пытается заинтересовать своих клиентов. Не хватает продвижения Казахстана во Франции. Он остается малоизвестной страной. Нужны люди, которые представляют страну для профессионалов туризма, плохо знакомых с Казахстаном, но также и для широкой публики. Я советую сделать небольшую программу о Казахстане на французском телевидении, чтобы продвинуть это направление. На самом деле есть что показать, чтобы подтолкнуть интерес. Французские туристы в сегодняшних условиях путешествуют осторожнее обычного. И чтобы убедить их приехать в Казахстан, нужно найти способ рассказать о достопримечательностях, гарантировать безопасность путешествия и наладить прямое авиасообщение с нашей страной. Благодаря участию в выставках о Казахстане больше информированы профессионалы отрасли, которые предлагают направление своим клиентам. А они, к сожалению, пока знают недостаточно, чтобы решиться на долгое и дорогое путешествие. Алия Сыздыкова, Руслан Умержан, Хабар 24, Париж, Франция. Почти четверть мест на центральном стадионе Алматы, где пройдет концерт Димаша Кудайбергена, выкупили иностранные фанаты. В кампании по онлайн-продаже рассказали нашим корреспондентам, что ожидают гостей из 50 стран. Они приедут почти со всех континентов. А всего предполагается, что Димаш соберет почти 30 тысяч зрителей, в том числе и казахстанских. Уже послезавтра этот стадион в центре мегаполиса соберет десятки тысяч людей, поклоняющихся таланту Димаша. Пока никаких афиш и рекламных баннеров, да певец в них и не нуждается. О том, что в Алматы состоится его концерт, знает весь мир. Раскупать билеты зарубежные казахстанские фанаты начали еще 14 июля, как только были открыты онлайн-продажи. Всего на стадионе умещается на трибунах порядка 20 тысяч зрителей. И еще, конечно же, фан-зона предполагается. И в первые недели продаж мы продали фактически 80% от стадионного объема. Сейчас все места на стадионе распроданы. Но здесь дополнительно создают фан-зоны. Тогда насладиться концертом Димаша смогут около 30 тысяч зрителей. Несколько тысяч из них – зарубежные фанаты. Самыми активными оказались поклонники из СНГ, Китая, США, Франции, Новой Зеландии и стран Африки. Анализировали на самом деле показатели посещаемости на сайте и показатели, из каких способов оплаты, каких карт, каких стран непосредственно приобретались билеты. На данный момент можем сказать, что порядка 50 стран отметились. И мы будем ожидать гостей. И, наверное, некоторые уже из них прибывают в город Алматы. В Алматы, по данным Бюро национальной статистики, 366 гостиниц. И в них в эти дни наблюдается высокая загруженность до 80%. Такое бывает крайне редко, говорят туристы в информационном центре. Обычно заполняемость составляет вдвое меньше. Заполняемость гостиниц по второму квартиле составила 38,4%. В гостиницах загруженность в связи с наплывом иностранных туристов. Среди них поклонники казахстанского певца Димаша Кадабергена, который дает концерт на центральном стадионе города Алматы 23 сентября текущего года. В компании по продаже билетов говорят, что это будет самое масштабное зрелище в Алматы за последние годы. И желающие могут успеть приобрести билеты на концерт. В фан-зонах еще есть места. Алмау Разбаева, сержант Жумабаев, Хабар-24, Алматы. Ну и к данному часу это вся информация. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok